Добрый день, компания МЗАП. Кончается зима, к сожалению, в этом году она была не настолько лютая, как обычно, но тем не менее снег все же был, реагенты в Москве, Московской области на дороге высыпали, да и в принципе у нас много где есть, чтобы залезть в грязь, полазить, и работая не первый год с машинами, мы обращаем внимание, что когда приезжают на ремонт, очень часто вся подвеска в грязи, бывает, что у нас много даже роликов там, особенно по Грандстарксу, что все дно на автомобиле, оно ржавеет от этого, и, соответственно, вводим такую услугу сейчас, у нас открылся, кстати, вот новый сервис, и мы будем мыть дно автомобиля, кому-то это покажется совсем ненужной, так сказать, операцией, но кому-то, я надеюсь, большинство заинтересует это и зайдет. Начнем с чего? С того, что вы же моете автомобиль снаружи, кто-то там раз неделю, раз в месяц, два, там, может даже в полгода, но все равно рано или поздно вы моете дно автомобиля, или днище, как хотите, оно является таким же элементом кузова, его тоже необходимо обслуживать, и мы рекомендуем хотя бы раз в год, желательно, вот именно после зимы сделать эту операцию, она не так дорога, об этом позже, и сейчас, на примере, вот к нам приехал клиент, мы его уговорили, первый раз ему повезло, бесплатно для него сделаем, сейчас поднимем, покажем, что происходит с машины до того, как помыли, и что будет после мойки, есть несколько вариантов, можно, допустим, мыть так вот, как она есть, на колесах, ничего не снимая, не разбирая, помыть, можно открутить колеса, так лучше промоются арки, кому-то, если есть, допустим, пыльники там под днищу идут, мы их тоже можем снять, открутить, все зависит от машины, от ее комплектации, и что на ней установлено, кому-то, если интересно, очень часто, кстати, на ремонтах бывает, что весь низ автомобиля, он в масле, и вы, наверное, даже не у нас бывая, слышали много раз, что ребята съездите, отмойте двигатель, чтобы было видно, но проблема всех автосервисов и моек, они моют сверху, мы же сможем вам, наконец-то, отмыть даже двигатель для ремонта снизу, можно будет снять защиту и все это вымыть, и на данном автомобиле, сейчас мы его вывесим с вами и посмотрим, как это делается. Итак, смотрите, на данном автомобиле мы выполняем операцию со съемом колес, колеса сняли, надеюсь, вам не надо объяснять, как это делается, давайте вот посмотрим, надеюсь, будет видно вот это все, что происходит у нас под подкрылками, это еще довольно-таки лайтовый вариант, видите, грязь налетает, все здесь облеплено, и, как вы знаете, у нас с водой все эти реагенты попадают на металл, его съедают, сейчас выполним операцию, снимем вот этот подкрылок и посмотрим, что под ним. Видите, датчик АБС вывалился, и туда грязь попадает вовнутрь, видите, чем тут обнаружили, косяк, в салон летела грязь, вот видите, это вот внутри, на подкрылке у нас вот собирается вся эта грязь, это внутренняя часть, которая прилегает к кузову, но свою функцию он все равно выполняет, подкрылок сейчас заглянем, увидите, что там, в общем, пройдем к машине и посмотрим непосредственно на кузов, тут, конечно, все равно умные люди их придумывали, но грязь присутствует, не критично, ну, опять же, все зависит от вашего желания, есть желание помыть, нету, ну, я говорю, вот тут человеку повезло, бесплатная промо-акция, поэтому на данном моменте мы сейчас с вами заканчиваем с теорией, приступаем к практике, будем делать то, ради чего собрались, это мыть дно автомобиля Киа Сит итак, как вы видите, даже по воде видно, что визуально не самое грязное дно автомобиля, содержит он кучу грязи, можно хоть сажать, сейчас автомобиль запенен, минут 10 он постоит, вот пена будет оседать и будет смывать всю эту грязь на пол, которая, вот, как вы видите, уходит в сток, соответственно, ждем несколько минут, смываем, еще раз пеним, смываем и машинка будет готова итак, смотрите, когда обмывает автомобиль, обязательное условие, мойщик должен осмотреть все, вот с фонариком, видите, осматривать все элементы и где-то, если что-то не отмылось, получше промыть, поэтому мы отвечаем за качество, вы можете здесь, кстати, побыть, посмотреть, что это не развод, пригоните свою машинку, помоем, увидите. Я являюсь клиентом компании ОМЗАП, приехал поменять колодочки с маслом и ребята предложили бесплатно помыть днище, вот, сейчас помыли и решил заодно снять защиту двигателя и помыть двигатель снизу, чтобы все было по фен-шу, скажем так, очень рекомендую, очень качественно помыли, но мы еще посмотрим, сейчас защиту снимут, помоют, очень довольны работают, приезжайте. Итак, мы сняли защиту, видите, вот, допустим, явный пример действия реагентов в нашей стране, вот, есть закладная для того, чтобы, вот, если ставить нештатную железную защиту, вот, видите, она вся пошла ржавчиной от времени, от нее вот краска облупляется, соответственно, и дно автомобиля, хоть она там и обработана, тоже со временем разъедается. Сейчас клиент, как вы уже знаете, захотел помыть низ двигателя, тут, правда, не так все печально и грязно, но желание клиентов для нас закон, соответственно, приступаем, помоем дно, еще раз пройдемся по кузову, хотя он уже, в принципе, идеально чистый, вам, наверное, видно, даже смотрите, видите, канал, подглушитель, все вовсе чисто, но на всякий случай еще раз промоем и будем заканчивать на этом мероприятии. Так, говорят, аппетит приходит во время еды, так и у нашего клиента проснулось желание замыть всю машину, ну, раз уж решил, говорит, помыть снизу двигатель, давайте и сверху помоем, это мы тоже осуществляем, поэтому сейчас помоем, единственное условие, что на бензиновых, конечно, есть риск всегда, когда вы моете, что есть возможность не завестись, но будем надеяться на лучшее, от нас обычно все уезжают своим ходом. Сейчас запеним верхнее пространство, смоем его, потом поднимем автомобиль и уже в конце домоем то, что запенили, приступим. Мы с вами, как в программе в мире животных, сейчас понаблюдаем, видите, моторчик уже успокаивается, остывает, идет микротрещины и скоро он умрет. На самом деле все нормально, я говорю, вы можете побывать у нас, эта операция будет происходить в вашем присутствии, посмотрите, увидите, все пощупаете, где-то еще минут 10 осталось, мы сейчас это все смоем и с вами понаблюдаем за результатом наших работ. Смотрите, вроде бы визуально очень чистый двигатель, вот гляньте на пол, вон смотрите сколько грязи, при условии, что когда мы обмыли все дно, Вы видели, мы убрали, все было чисто, и вот он смывает просто с двигателя, и это вся грязь там. На ваших автомобилях ситуация точно такая же. Так, мы закончили мыть автомобиль, сейчас с вами пройдем, покажем, ради чего это было сделано. Надеюсь, вы запомнили, вот смотрите, видите, арочки чистые, это кому известно, это антикор, тут все нормально. Вот, заходим, видите, вот все равно года идут, машина с 16 года, видите, уже некоторые элементы в коррозии, конечно, не в плачевном состоянии, но все-таки подвергаются агрессивной среде, воздействуют очень. Зато, теперь при продаже, вы видите все наклеечки, смотрите, можно сказать, что машина как будто не ездила. Давайте пройдемся вперед, вот видите, на каждом рычажке все, есть хозяин. Аккуратно относится к автомобилю даже, ну, пыльники вот эти он не захотел снимать, но если не снимали. Видите, все чистенько, аккуратно, вот, с таким вот дном он поедет домой, счастливо. Сейчас я вам покажу тут, вот видите, арки, все отмыли, все чистенько, можно даже разглядеть. Первоначальный цвет. По мотору, ну, конечно, очень грязно, но сейчас, я надеюсь, вам тоже все видно. Вот здесь вот были запотевания, сейчас их нет. Видите, коробочка, все от пыли отмыто. Все, о, рычажки, вот видите, все кулаки, вот, ручки все, они все-таки вращаются, подвергаются воздействию реагентов, вот видите. Поэтому сейчас, секундочку, отпустим вниз автомобиль с вами и посмотрим на двигатель сверху и попробуем завести его. Смотрите, видите, надеюсь, вам видно двигатель, смотрите, все чистенько, даже там не будем оторвать, вдруг сломаем. Ну, это юмор. Видите, хозяин заботится о своем автомобиле и согласитесь любому человеку, даже вот, вы просто залазите, залить омыватель, ну, жидкость омывающая для лобового стекла и вы, ну, окунаетесь в чистоту, в порядок. Сразу видно, что хозяин ухаживает за автомобилем, сейчас мы попробуем его завести. Все, видите, завелся, проблем нет, он работает, знаете, все-таки хозяин от нас уедет, поэтому, если у вас еще грязное дно, то вам к нам. В мойку днища также входит, если смоете со съемом колес, мы вам помоем обязательно диски, видите, тоже они снутри все грязные, грязь налипает, конечно, это не самый печальный вариант, какой мы видели, но и не самый лучший. Сейчас сполоснем их быстренько, чтобы клиент уехал от нас 100% довольный. Мы помыли диски, помыли с вами дно автомобиля, помыли двигатель целиком и уже, так сказать, комплимент от заведения, сейчас легенькая техническая мойка кузова и отпустим нашего клиента, наконец-то, домой к семье, к детям. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и узнавайте больше о ремонте корейских автомобилей, да и вообще об инновациях, какие происходят сейчас в мире. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok